Привет, друзья! Приобрел себе в гараж небольшого помощника и спешу поделиться с вами своей радостью. Хочу сейчас распаковать посылку и показать вам, что у нас лежит внутри. Посылка вот такая. Я думаю, вы уже видите. Это углошлифовая машинка, но не обычная, потому что обычная у меня уже есть. Это аккумуляторная болгарка. Давайте откроем коробку и посмотрим, что у нас лежит внутри. У нас с вами находится вот такой замечательный чемодан. Давайте же скорее откроем и посмотрим, что входит в комплектацию. Давайте начнем с мелочей. Это ключ для болгарки, инструкция по эксплуатации. Следом это сама болгарка, защитный кожух. Ручка для удержания. И вот под этими липучками у нас находится зарядное устройство и два аккумулятора. Все лежит на своих местах. Поэтому стоит поделить особое внимание. Уберем футляр в сторону. Итак, два аккумулятора. Аккумулятор у нас на 4 ампер часа, 18 вольтовый и, разумеется, литийно-ионное. Причем данные аккумуляторы унифицированы еще с некоторыми инструментами производства конкретно фирмы BORT. Но я думаю и не только. Болгарка у нас достаточно небольшого объема. Ее размер у нас составляет без аккумуляторов 30 сантиметров. Но в то же время держать ее достаточно удобно. То есть, место прямо под руку. Благодаря прорезиненному корпусу лежит в руке уверенно и надежно. Разумеется, у нас присутствует кнопка включения и выключения. Кнопка легко нажимается одним пальцем и сидит достаточно хорошо. Сброс работает. Люфта практически нет. Кто сказать про редуктор? Редуктор у достаточно небольшого размера. Данным инструментом будет очень удобно подлезать в различные скрытые места. Давайте сравним ее размер с размером обычной сетевой болгарки. Это также 125 болгарка. Производитель стэнли. Недорогая бюджетная болгарка. Как можно заметить, редуктор у аккумуляторного инструмента немножко короче. А в остальном имеет точно такой же размер. Давайте соберем болгарку и посмотрим, как она у нас в работе. Давайте оденем защитный кожух. Это делать, я считаю, нужно обязательно. У всех своя методика, как должна резать болгарка. Искрами на себя или от себя. Я давно уже режу искрами на себя и буду продолжать это делать. В основании рукояти расположен светодиод, который отвечает за подсветку рабочей зоны и загорается одновременно с началом вращения вала. Включается данная функция путем нажатия на кнопку. Имеется возможность изменить скорость вращения вала. Всего здесь две скорости. 7000 оборотов в минуту и 4000. Также одним из плюсов данного инструмента хочется отметить бесщеточный двигатель, который мало того, что обладает более высоким КПД, так еще и увеличивает налетность инструмента. Есть у меня огромное желание залезть в катализатор моего автомобиля в ближайшее время, посмотреть, что там происходит. Но для этого мне нужно изготовить специальный ключ, чтобы открутить лямо-де-зонт. Можно, конечно, купить и готовый ключ. И, наверное, это будет правильно, но я не люблю идти легким путем и решил изготовить ключ самостоятельно. Тем более, он мне нужен пока что, по сути, лишь разом. Особенность этого ключа состоит в том, чтобы не порвать провод, идущий на лямо-де-зонт. Чтобы было куда пропустить провод, ключе необходимо сделать вот такого рода пропил. Так мы сейчас и поступим. Размечаем место будущего пропила. Если вдруг кто-то не догадался, то в качестве донора мы возьмем обычный свечной ключ. Теперь же бормашинка. И, кстати, она у меня тоже фирма Борт. Снимаем фаску в местах реза, дабы не нарушать изоляцию проводки датчика. Вот такой вот с виду невзрачный, но на самом деле вполне рабочий получился ключ. И для одного раза открутить лямбду датчик и посмотреть, что творится с катализатором, его вполне хватит. А на этом спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.